Давайте прочтем вторую стихотворение. Конечно, не случайный эпиграф. Бродский, конечно, Консимир Ачернау. И эпиграф «Скучен вам стихи мой ящик». Что это значит? Давайте сразу подумаем. На что этот эпиграф нас должен настроить? Мы еще не читали всего остального. Возможно, что в этих стихах речь пойдет премьерно о том же. Да, возможно. Еще. Еще. На что настраивает? Это эпиграф. Что такое эпиграф? Это не итог. Это только начало. Это как раз перед текстом, который заключает в себе... С какой-то смысл. Какой-то смысл. Хорошо. Давайте напишем себе. Эпиграф. Эпиграф по-гречески это просто надпись. Понятая. В том числе, как я сказал, в «Обзамолублении». Надпись на чем? Да? Эпиграф. Есть целая новая эпиграфика, которая изучает древние надписи. В том числе, такие надписи, которые... Некие надписи. Итак, эпиграф – это надпись. Эпиграф – эпиграфик. Эпиграф сейчас – это некое высказывание предпосланное основному тексту. Эпиграф всегда стоит до текста. Правда? И, значит, как-то нас настраивает на то содержание, что будет дальше. На те мысли, которые изложены в тексте. Вспомните «Капитанскую дочку». К каждой главе Мушкин приписывает эпиграф. Иногда это эпиграф из русских народных песен. Иногда это эпиграф из литературы XVIII века. Вспомните повесть Николая Васильевича Гоголя. Очень часто вы можете заметить эпиграфы, которые Гоголь берет иногда из комедий своего отца Василия Ивановича Гоголя. А отец его – комедиографом, писателем. Писателем. Просто мы его с вами не знали. Почему? Они дошли комедикой? В том числе в полном составе. Несколько. На ветерях Василия Ивановича Гоголя до нас дошли. Но мы их не читали с вами. Мы их не знаем с вами. По одной и по той причине. Потому что Гоголь отвел от своего отца внимание на себя. Да. То есть перетянул славу отца? Нет. Просто… Думаю, что нет. Может быть, и читали его коллеги и его отца. Но Оголь выбрали стихи и все обратили внимание на стихи. Оголь стихов почти не перескнули. Нет. Я уже сказала как раз за то, что вы знаете. Смысл произведения… То есть просто отвлек. Нет, не отвлек, конечно. Смысл произведения отца. И забрал себе и дам ему, что и все. Забрал себе? Присвоил? Да. Ну что? Нет, ну просто имя сына… Они совсем на руку. Я вас уверен. Это вполне резовые комедии XVIII века. Смешные времена. Интересные временаты. Но мы их почему-то не знаем, не читаем. Мы даже имени такого, да, Василий Иванович Гоголя? Не знаем. Знаем Николай Василий Иванович Гоголя. И это имя мы знаем. Да? Может просто имя сына перебило имя отца? В известной степени так. Но есть еще одна причина. Да? Может быть, комедии, как и про уход, после стиха мы тоже стали, в конце концов, скучны и вышли из моды? Ну, в известной степени они действительно вышли из моды. Но, скажем, комедия Дениса Ивановича Везина из моды не вышла, согласитесь. Мы до сих пор читаем и радуемся, да, и недорослую, и бригадиру. Правда? И просто читаем мы это за то, что это смешно, в конце концов. Бригадир очень смешная комедия. Почитайте. Наверняка кто-то из вас читал в недоросле, а бригадира может быть никто. Почитайте и бригадира тоже. Она в чем-то смешнее в недоросле, я вас увереню. Почитайте. 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 Возможно, слава молодого Гоголя Николаевича затменила славу своего отца? А слава молодого Николаевича затменила действительно славу отца. Вопрос очень неужели. Я вас уверен, Василий Иванович Гоголь был вполне известен. Подсказка. Не в масштабах всей России. Они просто в конце концов сошли. Хотя и сейчас вы можете увидеть восстановленные постановки. Видео сильно очевидно. Честное слово. Более того, они действительно в Вьетнаме смешные. Их интересно смотреть. Возможно, что его тоже не опечатали, поэтому читали какую-то русскую группу. Ну, вполне печатали. Да. В том числе, ну, не все в печатали, да? Ну, не потому, что он только запечатал, да? Он просто что-то сам не отдавал в печать. Но основные вещи напечатали. Более того, Гоголь брал эти вещи из напечатанных вещей на восстановление. Кто читал вот эти эпиграфы, помнит, что эпиграф написан по-уральниски. Помните? Василий Васильевич Гоголь писал по-украински. Значит ли это, что он писал плохо? Нет, конечно. Но это значит такую простую вещь, что вся Россия его прочесть не могла. Поймите, я не хочу сказать, что украинский хуже русского. Правда? Николь Мороза. И тогда говорят, что Николай Васильевич Гоголь украинский писатель. Это неправда. При всей любви к Украине. Потому что он не писал, он писал по-русски. И именно это дало ему возможность, ну плюс талант, да? Правда? Плюс знание России, и не только России, дало ему возможность прославиться на весь мир. А Василий Иванович Гоголь, я скажу, сейчас не знаю. Мы с вами, да? Это не значит, что его не знают исследователи литературы. Конечно, знают. Конечно, в украинской литературе это имя вполне себе есть. Это всё наше рассуждение по словам эпиграфа. Откуда можно брать эпиграф? Да? Из предшествий на Кронске это делается, да? Из самого себя тоже можно брать эпиграф. Так это будет автоэпиграф. Мы ещё увидим такие вещи. Из некой придуманной литературы. Такое тоже бывает. Но мы сейчас обращаемся к нашему с вами землю. Итак, Ротский интересный эпиграф из Кронсомира. Что это значит? Что он на него каким-то образом ориентируется. И эпиграф должен задать тему. Давайте смотреть. Не хотите спать в столе. Учен вам стихи мои вещи. Не хотите спать в столе. Прытко возражаете. Быв здравым, корчится в земле суть пытка. Это что это значит вообще? Они хотят жить. То есть, если мы живы, то в столе это смерть. Да? Корчится в земле суть пытка. Они не могут лежать. Они не могут лежать. Они не могут лежать. Это мука. Конечно. Это мука смертная. Тонится в столе. Где-то здесь. Как говорит Концимер. Заключаем. И сразу. Отпускаю вас. У Концимера. Долгая такая дискуссия со стихами. Жанра воли просите. И только в конце. Да? Прощаете. Не сказано. Я вас отпускаю. У Бродского сразу. Отпускаю вас. А что ж. Право на свободу возражать грех. Что бы это значило? Право на свободу возражать грех. Тем более. Это то, что я создал. Правда? Это мои. Слово говоря. Дети. Правда? И я их отпускаю. Мне же хватит других. Здесь мыслю не стихов. Грехов. Конечно, Бродский играет словами. Да? Стихи и грехи. Очень частая рифма. И в данном случае это не только рифма, но и подобие. Мои грехи и стихи. Хорошо? Сами стихи и стихи. Почему грехи? Давайте разберемся. И вообще почему Иосиф Александрович Кросский через 200 с лишним лет после Глентимера оказался в похожей ситуации? А он нет. Это вообще как? Он тоже писал сатиры? Он тоже писал сатиры. Он тоже писал сатиры. Но близко к делу, но не совсем. Да, слуга. Мне кажется, что в основном каждый поэт сталкивается с этим. До некоторой степени каждый поэт сталкивается с этим. Я согласен. Но, согласись, не всякого поэта не печатают сознательна. Может мне будет сатиры поэта соисков союза? Ну, я бы не сказал, я бы не назвал это сатирами. Это были просто очень непривычные стихи для советской власти. Скажите. Если вы прочтете раннюю стихию Морис Кубровского, это раннее стихотворение. Смотрите, как оно родилось. У него здесь 27 лет. Да, ему здесь 27 лет. К этому моменту у него позади несколько книг, стихов. В смысле, одна большая. К этому времени у него позади ссылка. Не за стихи занялся. На что? А за то, что он постоянно нигде не работал. А писал стихи. Вот ровно за это. А, из этого стихи никто не выпускает, да? В 64-м году Осип Кровского арестовывал за Думеянство. Какое Думеянство? Так? Так? Да ничего не делаешь. Именно так. За бездель. Несмотря на то, что он неплох. Скажем так, в активной, да? Кстати, это книжка, стихов. Ведь тихий не замечательный. Он не член царю писателей. Ни Ленинграда, где он тогда жил, да? Ни Москвы, тем более, ни России. Он, поэт, непризнанный. Несколько его переводов запечатано. Да, это правда. Но он нигде не числится. Нигде не написано, что он переводчик. Или писатель. Или поэт. Почему? Почему? Потому что то, что он пишет, не признается. Это, скажем так, не интересно. А, напоминаю, к советским законам, человек должен где-то работать. Человек нигде не работающий. Это тунеядец. И это уголовная статья. Мы же не пишем. Вот его арестовывают именно по этой причине. Судят. На суде его спрашивают, а кто? Я поэт. А где подтверждение этого? Я думал, говорит Боровский, что это от Бога. Какой Бог, говорит он? Помимо тебя. Его судят. И отправляют в ссылку. В какой-то степени, я сейчас скажу странную вещь. Поэту полезно лежит в ссылку. Традиция эта началась, наверное, с родителя, которого отправили в ссылку за его слишком вольные стихи. И из Рима, из сияющего, блестающего Рима. Авидий отправился почти вот сюда, почти в Крыму. В Таврин. В нынешнем Молдаве поэт оказался в ситуации, где вокруг него никто не знает языка, скучного, матинского. Но зато у него нашлось много времени для того, чтобы написать очень хорошие стихи и лучшие стихи Авидзи созданы в ссылке, я вас уверяю. Несмотря на то, что это тяжелая, конечно, всплата. Всю вторую твою жизнь родители проводят в ссылке. И что он умирает? Он умирает тоже в ссылке, да. И вот так и не вернут мстительный император Агуст из ссылки никогда. В смысле Пушкина, который волей-неволей оказывается в изгнании. Сначала. Там же, да, в Молдавии. В тех же Авидийских местах. Конечно, в случае не совпало, никто не подказал. Более того, формально это не было ссылкой даже. Его просто отправили, как мы сейчас сказали, в служебную командировку. Но без права возвращаться. После чего? Была ссылка, помните, уже. Северная. В его родовое имение Михайловское. Это была действительно ссылка. Возвращаться было там не положено. Навещать не Москве и Петербургова нельзя. Просто нельзя. Просто нельзя. И даже Псков, ближайший город, надо было наведываться только в полицейском завалении. Ну, Пушкин, надо сказать, пренебрегался полицейским завалением. В Псков он наведывался очень часто и даже пытался съездить в Петербург. Ну, не вышло. Ну, не вышло. Ну, зато, в этой ссылке, в этой глуши Пушкин, Пренебрегался Евгения Евгения Евгения. Кто знает, может проживи он в Петербурге всю жизнь и не было бы никакого Евгения Евгения Евгения. В 20-й год Руслана Людмила. Она написана еще для тебя Бога, конечно. Конечно. Но зато он не получил вот тех впечатлений и острых, странных, удивительных. Он бы, может быть, не познакомился бы по-настоящему с бытом русской деревни. Он, конечно, ему был знаком по детству, по Захарову. Но Захарова все-таки подмосковное имение, да, близко к столице. А вот Михайловская с его глушью до сих пор глушью, я вас уверяю. Были бы как-то сказали. Бывайте. Бывайте, посмотрите. Конечно, сейчас там все овеяно, да, в этом Пушкин. Но, в общем-то, обычная деревенька Средней России. Затерянная в глубине лесов, полей. Среднерусского пейзажа. Красиво, замечательно. Ну, до сих пор. Не было бы там музея Пушкина, я вас уверяю. Это было бы обычное среднерусское деревень. Да? За 600 километров от Москвы. За 400 с лишним километров от Петербурга. За полсотни километров от Пскова. То есть, так или иначе, самая-самая сердцебилка России. Может быть, Пушкину, странную вещь еще раз скажу, может быть, Пушкину, и полезно было бы там оказаться. И не случайно потом, уже будучи человеком, абсолютно свободно, вольного в передвижениях, кроме того, его не пускали за границу. Не пускали. Пушкин последние годы все чаще и чаще возвращается к необходимости вернуться в Михайловское. Вот он хочет там остаться, он хочет там жить. Другое дело, что он трудно это сделать. Семейство большое. Быть налаживать в городе, конечно, проще, чем в деревне, правда? Конечно. В архивах нужно работать. Пушкин последние годы работают в архивах исторических. Их, конечно, в Михайловском не найдешь. Где их найти? Только в Петербурге. И даже есть такое свидетельство, что царь ему ставят условия. Вот оставайся здесь, работай. Пушкин с Николем Павловичем. Пушкин к нему на вы, а царь, конечно, к нему на вы. Несмотря на то, что царь тремя годами его старше. Тогда всего на все. Они, в общем, сверстники. Но Николай Павлович любил со своими подгнами быть на ты. Это нормально. Пушкин, наверное, предводный. Помните? Это обязывает ему появляться при двоих в определенные дни. Пушкин этим, пожалуй, тяготился. Как, может быть, не тяготился бы в 25-26 году. В 26-м году он впервые с Николаем Павловичем встретился, познакомился. Они проговорили долгое время. По свидетельству современников, Николай Павлович сообщил, что он говорит о словнейшем человеке России. Пушкин никаких свидетельств об этой встрече не оставил. Или, скажем лучше, не пожиловал оставаться. Это к вопросу только полезна ли ссылка для поэта. Такое испытание. Что такое ссылка? Отрыв от прежней жизни. Уединение. Не одиночество, заметьте. Уединение. В чем разница? Уединение в том, что одиночество – это что-то недобровольное. Уединение, наверное, это полезно? Уединение, скорее, добровольное. Согласен, возможно. В случае Пушкина, как ты понимаешь, это было, да? Или случайно, или нет. Думаю, что не случайно, конечно, да? Но, тем не менее, уединение – это то, что ты выбираешь для себя. Когда ты один самим со мной. И вот для многих наших поэтов подобная участь была важной. В том числе для Пронского. Он провел два с лишним года на севере, в деревне. Ну, естественно, заботал там. Надо сказать, когда его потом спрашивали, вот как вам показались эти годы. Он часто отвечал, что это были очень хорошие годы. Спокойно. Давайте вернемся сюда. Вернемся к этой иронии Пронского. По-прежнему обращение к сухам. Все реже сочиняем у вас. Да вот кислому миру позабыл о ждании сделать на вопрос, как вершинь. Прибавляется лучей к славе. Прибавляю, говорю. Почему эта ирония? Почему эта ирония? О чем его спрашивают, героя нашего? Верши. 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 Как бы считаете нехорошей стихией? Спрашивают, как вирши? То есть, как вообще стишочки-то? Стишата, стишки, правда? Прибавляете лучей к славе, это как? Становится. Становится, если более знаменитым. Как бы лучи вот такие, да? Сияние. Ну, естественно, вопрос с поддемкой. Ну, как пишется-то? Хорошо пишется? Да. Да вот кислумину позадуга сделать. Кислумину – это как? Кислая мина – это что? Это выражение лица, да. Кислая, мрачная, кислая мина. Правда? Прибавляю, говорю. Вы же, стихи, оставляете. Что ж, дай вам Бог того, чтобы не ждать поздно. Счастье, мыслю я, как счастье будет не у меня, а у вас у стихов. Даром, что сам я вас сотворил. Просто мы с вами пойдем. Вы к людям. Я – туда, где все люди. Это куда? Вогибли. Ну, такие похоронения и строения мы просто не исключаемы, конечно, в это время. Снова возвращается, скажем так, советская власть. И через пять лет та же советская власть вылудит уехать его за границу, где он проживет останок жизни. Вот это отделение стихов от своего Творца. Я уже счастье не мыслю. Вам счастье. Вы пойдете к людям. Подразумевается не я. До свидания стихи. В чем отличие от Кантемира? У Кантемира? Прощайся. Прощайся в самом конце, да? Прощайся. У Гронского до свидания стихи. Это как? До свидания. Разные версии возможны. Давайте. Так, Игорь. До свидания, я знаю, что до следующего свидания еще встретимся. То есть, еще встретимся. Так, еще. Я только думаю. Так, еще встретимся. Возможно. А вы прощаете? Так, еще. Что вообще-то увидимся еще, может быть, встретимся. Может быть, увидимся. Да. Возможно и так. А прощайте, это когда вообще большинство... Все, прощайте, это вот все. Отпускаю вас в свободное плавание. Да? Игорь Кутин. Игорь Кутин. Часто думал о возвращении в Россию. Вы видите, он умер в 96-м году. Уже казалось бы, вернуться можно. Игорь Кутин. Игорь Кутин. Да. У него была такая возможность. И вот сейчас спрашивают, Игорь Кутин, Александр Игорь Кутин. Когда вы приедете в Россию? Там вас ждут. Да. Действительно, вы здесь ждали. Его переписывали. А другие. На пишущих машинках. В шесть-семь экземплярах. Бродский – это поэт моего поколения. В случае моего. У каждого поколения есть свой поэт. Вот для нас таким поэтом стал Бродский. Мы его читали. Сначала из-под полы. На слепых листочках. Потом уже. Первая книжка появилась в 91-м году в России. 91-й год. Первая книжка маленькая, в окноте. Мы его читали, учили, повторяли и думали, когда же он приедет. Мы его ждали. А почему он не приедет? Почему он не приедет? Он не хотел. У него были разные мысли. Приеду. Так, чтобы никто не видел. Потихоньку. Мы говорили, вас узнал. Он уже к тому времени был бурятом Нобелевской премии по литературе. Это очень высокая награда. Из русских писателей всего пять человек удостоилась этой награды. Давайте вспомним, кто это. Это Иван Александрович Бунин. Первый из русских писателей, получавший Нобелевскую премию. Это Шолоков, Михаил Александрович Шолоков. Бродский. Это Иван Александрович Бунин. Но он не третий, да? Но он не третий. Он последний. Мы забыли между Бунином и Шолоковом Пастернаком. Борис Леонидович Пастернак. Дальше это Михаил Александрович Шолоков. Дальше Александр Исаевич Солженицын. Это имя очень значимо для нас с вами тоже. Дальше Александрович Бунин. Вот пять человек удостоился в Нобелевской премии по литературе. Среди русских писателей. С одной стороны, это вроде бы малыша. Скажем, Лех Болстой не был доверят в Нобелевской премии. Хотя бы, как бы, он сам не хотел. При жизни Болстого Нобелевской премии уже бывал, да? Я уж не говорю о том, что он не был доверят в Нобелевской премии. Понятно почему. Потому что никакой Нобелевской премии тогда еще не было. Значит, дело неверное не только в общественном персонале, но и в том, что сам человек думает. В том числе о себе. Давайте смотреть дальше. До свидания стихи. В час добрый. Не боюсь за вас. Есть средства вам перенести, будь долгий. В чём это средство? Ответ в следующем спросе. Милые стихи. В вас сердце я своё вложил. Коль в лету канет, то скорбеть мне первым. Это как? В лету канет. В лету попадёт куда? Что такое лето? Река. Лето. Это река. Где? Подземный министер. Подземный министер. Веческим министерам. Помните? Да. И кто туда попадёт, тот всё забудет. И там всё забудет. В лете. В радиологии, да? В лете. В лете. То есть забыться. Быть забытым. И забыть. То есть скорбеть мне первым. Но из двух оправ я эту смело предпочёл всему первым. Вы и крашите добрей. Раз есть сравнительная степень, да? Крашите добрей. Значит, подразумевается, чем? Да. Вы и крашите добрей, чем? Я. Чем я. Вы твёрже. 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 «Я войду во дне, вы в тысячу». Что значит «я войду во дне?» Это просто «дам мне один голос». Да? Куда-то? Туда. В одни двери. Возможно, это смертная дверь. А вы, стихи, войдете в тысячу. Это как? Куда угодно. В каждую дверь. Совершенно не обязательно. Она будет изначально распахнута. Но, тем не менее, в каждую дверь. Вот теперь давайте посмотрим, какие странные слова русский здесь употребляет. Тыща. Тыща через ща. Согласна. Еще странные слова. Нищу. То есть вместо нищем. Правда? Краткая. Краткая или просто полная? Так. Ноня. Ноня. Это что значит? Это ноня. Ноня. Это теперь, да? В общем, такое. Мол старый. Еще диалектный. Ноня. Вместо ныне. Сверже. 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 Конь. Еще. Слышь. Ну, само по себе старое слово. Слышь. 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 Просто, чтобы рифма была мало интересна. Согласитесь. И еще что было? Ясно, что Ронский по-старославянски не писал. И даже не писал как критерия. Правда? Да. Правда? Ну, чтобы стихи были более красивыми сказали. Чтобы стихи были более красивыми. Вы знаете, это непонятный парадок. Что-то красивые стихи. Вот я не знаю, они красивые или не красивые. Наверное, с другими какими-то целями. Для красивости, как ты говоришь, в стихе можно употребить не старое слово, а, например, совсем новое. Или даже, скажем, непристольное слово. Но здесь Бродский почему-то избегает непристольных слов. Хочет, чтобы его стихи были похожи на что-то. Вот это совершенно специально сделано. Я вас уверен, далеко не все стихи Бродского вот такие, да? Так, так. Я вас уверен, чтобы это его сцепирование было более похоже на почти администрационное сцепирование Кондимеров. То есть он с чего начинает, да? Помните, с эпиграфа. Да, с эпиграфа, если он из этого раздумывает Кондимеров. И значит, он хочет, чтобы его стихи были чем-то похожи на стихи Кондимеров. Ласточка. Ласточка – очень добрый знак. Почему? И, честно говоря, мне очень радостно, что сейчас, именно сейчас, там залетела ласточка. Потому что ласточка – это символ души. Подумайте, чем еще стихи Бродского похожи на стихи Кондимеров.